Дольщики ДСК вновь пытаются отстоять свои права. Дом под литерой 5 уже достроили. С начала осени идет процесс приемки квартир собственниками. В ходе осмотра выяснилось, что ивановцы вместо нового комфортабельного жилья получили квартиры без отопления, воды и лифта. 10 октября дольщики встретились во дворе дома решить, что же им делать дальше. Чтобы привлечь к проблеме внимание власть имущих, собственники обратились за помощью к средствам массовой информации. Но оказалось, журналистов в Рождественском не жалуют. На территории строительства объекта съемка вообще запрещена. Где на беже построено? Где на беже построено? Где на беже построено? Что это такое? Мы зачем здесь сидим, понимаете? Я не знаю. Вас разрешено пропускать. Подожди, не снимай. Я однажды слышал такую фразу. Мы интересные что ли? Вы пришли дом снимать или нас? Я слышал. Зачем мы вообще... С чем связана такая агрессия в отношении съемочной группы непонятно. Ведь стройка закончилась, а квартиры уже сейчас передаются в руки собственникам, которые принимать их, как известно, не хотят. Процесс передачи объекта от застройщика дольщику совсем несложный. Если у собственника нет претензий, с ним заключают акт передачи жилья в постоянное пользование. В случае обнаружения каких-либо недостатков оформляют акт осмотра, в котором дольщик указывает список своих претензий. В нашем случае застройщик отказывается от подписания этого акта. Ну, это уже другая юридическая тонкость. Сейчас у нас много недостатков. Основное это отсутствие коммуникации. А чем они апеллируют то, что отказываются принимать недостатки? Они отказываются от подписания акта. Очень сложно понять. Предлагали отдать в отдел продаж, но выяснилось, что у отдела продаж нет полномочий, нет надлежащей доверенности от застройщика. По договору при обнаружении недостатков фирма застройщика должна устранить их в течение двух недель. Однако руководство ДСК пренебрегает и этими сроками. Мы приехали в квартиру, осмотрели, написали все недостатки, которые нас не устраивают. Один экземпляр акта осмотра, отдаем ключнице. Она не ставит никаких отметок о том, что она приняла этот экземпляр свой. Как бы отказывается она от этого. А второй экземпляр, вернее его копию, отвозим в отдел продаж. Там они ставят свою отметку о том, что они получили копию, но в принципе они как бы юридической силы это не имеют. И сделали мы всю эту процедуру. Никаких у нас устранений этих недостатков не происходит уже четвертую неделю. Ну, обещают 15 октября принимать наш подъезд, это третий подъезд. Но я думаю, я там была, что не успеют. Потому что, по идее, это поклеены только обои. Еще нет ни линолеума, ни ванны, ни унитаза. На данный момент, по словам собственников, договор с управляющей компанией, а значит и акт приемки квартиры, подписали всего 10 человек. Дольщики, в свою очередь, разделились на два лагеря. Одни акт приемки подписывать не спешат, другие считают, что факт принятия квартиры в собственность застройщика от ответственности не освободит. Ну, примем мы квартиры и будем требовать все равно воду. Что это нам помешает? Чем она нам помешает? И мы не принимаем квартиры, это только тревогу для себя создаем. В ходе собрания жильцы Рождественского микрорайона составили заявление в Департамент строительства и архитектуры и жалобы в прокуратуру с требованиями возбудить уголовные дела в отношении недобросовестного застройщика. Теперь разрешение конфликта ляжет на плечи надзорного органа. И насколько затянется разбирательство, неизвестно. Похоже, что новоселье снова придется перенести на неопределенный срок. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.